Смотрим стадию развития плауна булавовидного. Большую часть своей жизни, основную стадию своего цикла развития, плаун булавовидный это диплоидный спорофит. Вот он обозначен цифрой 1. Где-то в середине лета на боковых ответвлениях плауна, на вершине, образуются спороносные колоски. Спороносные колоски состоят из спорофилов, которые прикрывают, собственно, споранги, коробочки споранги. В спорангиях у нас образуются гаплоидные споры. Вот так выглядят споры с двух сторон. При прорастании благоприятных, то есть споры высыпаются, да, и при прорастании благоприятных условиях у нас образуется заросток. Это гаплоидный гометофит, заросток гаплоидного гометофита. Он образует симбиоз с грибом, питается сапротрофно за счет него. На гаплоидных таких организмах у нас образуются антеридии, мужские половые органы, и архегонии, женские половые органы. В мужских половых органах у нас образуются двужгутиковые сперматозоиды, в женских, разумеется, образуются яйцеклетки. При слиянии их, в которых, конечно же, задействована вода, при слиянии образуется зигота, вот у нас архегония, уже после облодворения, из зиготы у нас образуется снова диплоидный спорофит, то есть зигота у нас диплоидная, из диплоидной зиготы образуется диплоидный спорофит, который сперва паразитирует на гометофите, но когда у него образуется уже собственная корневая система, спорофит уже существует самостоятельно от гометофита. И снова стадия цикла у нас, собственно, повторяется. Снова у нас спорофит, на его вершине образуются спороносные колоски, которые дают начало, при высыпании спорангиев у нас образуется гаплоидный гометофит, на которых у нас антеридии и архегонии, образуется зигота, снова получается заросток и снова у нас спорофит, диплоидный спорофит, диплоидный спорофит, гаплоидные споры, гаплоидный гометофит, слияние половых продуктов и снова диплоидный спорофит. На картинке у нас, собственно, общий вид этого спорофита. Сверху у нас спороносные колоски, которые состоят из спорофилов, которые прикрывают собой спорангиев. Продолжение следует...